МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые гости парца! Приходите сюда в три часа, а в четыре будет большинство для детей. Развод вы хотите, смотрите, мы рулем, дети! Самостоятельные, исплоченные младшие школьники подают добрый пример. Естественно, научный проект группы детей из Сестрорецка, посвященный проблеме пернатых обитателей городских водоемов, получил высокую оценку на всероссийском конкурсе, что позволило ребятам развивать идею и с наступлением осени фактически реализовать ее. Вика! Вика! Давайте, открывайте! Раз, два, три, открывайте! На минувших выходных творческая группа представила в парке Дубки информационный стенд, созданный по их собственному рисунку. Подкармливая птиц в теплое время года, человек лишает пернатых стимула к сезонной миграции. А с наступлением холодов и утратой естественного корма, оставаясь зимовать у нас, птицы оказываются в опасности. Дети общались со специалистами и рады поделиться своими открытиями с окружающими. Я бы хотела, чтобы такие стенды были по всему городу. Чтобы никто там не кормил уток. А то останемся без уток. Это не только относится к уткам, но и ко всем водоплавающим. Но любую птицу нельзя кормить булкой. Особенно осенью нельзя водоплавающих кормить. Машков Леон, утки в парке Дубки. Здесь такой есть? Да. Приходи скорее, ты молодец. Это я моего друга. Участники проекта «Пожалуйста, не кормите» провели в Сестрорецке конкурс рисунков. И в день торжественного открытия стенда награждали его победителей. Нужно заметить, что за неделю до 1 сентября на конкурс по теме водоплавающей птицы в детскую библиотеку было передано 25 оригинальных работ. Было время, вот мы и сделали. Просто нарисовала эскиз, а потом делала всякие жирные линии и подтирала их пальцем. Получилось очень красиво. Заняла второе место. Мы хотим поблагодарить всех участников, которые поддержали наш проект. Мы выделили две категории. От 5 до 8 лет и от 9 до 11 лет. Три призовых места. Но помимо всего этого у нас был еще один приз зрительских симпатий, который выиграл нас мальчик Семилет Даниил. Очень классная креативная идея, почему все-таки нельзя кормить водоплавающих птиц. Мне хлеб не нужен, так он назвал этот рисунок. Все хорошее занимается самого малого. И сейчас дети думают о птицах, потом они подумают о животных в красной книге, потом они подумают о растениях. И поддерживать детские идеи нужно. В общем-то прислушивайтесь к своим детям. Даже какая-то малейшая ерунда на самом деле может вырасти во что-то большое и грандиозное. Мы из города приезжаем с центра Санкт-Петербурга, где тоже кормят тут так вовсю и на фонтанке, и на каналах. Дети думают об окружающих их и животных, и растениях. Это замечательно, что они думают о том, что птицы должны улетать зимой на юг и потом возвращаться. Действительно, если они остаются в городе, они могут замерзать в холодные годы зимы и могут оставаться вообще без воды, если их не кормят и они привыкли к тому, что их кормят. Так не должно быть. Информационное обращение расположили в уютной небольшой гавани у лодочной станции, где особенно любят сделать остановку, прогуливающейся по парку. Ребята надеются, что их примеру последуют остальные, и вместе они уже в этом сезоне помогут пернатам не отклоняться от графика, исследовать законам природы, чтобы не оказаться на месте белощокой казарки, той самой, которая отбилась от стаи, и встреча с которой год назад послужила стимулом для создания и развития проекта. Я знаю, что в комитете природопользования обсуждается вопрос кормления водоплавочек и проблем, связанных с этим кормлением. Поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы, возможно, наша идея помогла бы в дальнейшем такие же плакаты поставить в других парках, в других районах. Конечно, очень хотелось бы зимой организовать встречу с орнитологом о том, чтобы рассказать, чем можно подкормить зимующих птиц. Возможно, также провести какой-то мастер-класс, какие-нибудь игры. Надеюсь, получится, и нас позовут, или мы сами решим провести, нам помогут в этом. В общем, ближе к зиме придумаем что-нибудь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо!